Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем читать Евангелие от Матфея в рамках библейского портала экзегет. Глава 19. Когда Иисус окончил Словасии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Орданскую страну. За ним последовало много людей, и он исцелил там их, и приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволить на человеку разводиться с женою своею. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал того человек, да не разлучает. 19 глава начинается с повествования о позволительности или непозволительности развода. Но примечательно, что, оговаривает евангелист, фарисеи, искушая его, спрашивали. То есть в данном случае фарисеев мало интересовало, на самом деле позволительно или непозволительно ли разводиться, поскольку по правилам того времени, которые имели фарисеи, имели иудеи, позволительно было разводиться по практически любому поводу. Даже если жена каким-то образом неправильно, плохо, зло посмотрела на себя, уже можно было разводиться. Но вопрос задавался по другой причине. Они хотели засвидетельствовать перед теми многими людьми, о которых говорит начало 19 главы, что Иисус не есть истинный Мессия. Хотели запутать его в ответах на этот вопрос, потому что понимали, с одной стороны нельзя, а с другой стороны все разводятся. А Господь, ссылаясь на текст Священного Писания, на книгу Бытия, приводили им свидетельства, говорящие о том, что разводиться нельзя, сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. То есть это замысел Божий, это заповедь Божия мужчине быть вместе с женщиной, поэтому разводиться нельзя. Посему, добавляет Господь, оставит человек отца и мать и прилепит с их жене своей, и будут два одной плотью, так, что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Важно, что это замысел Божий, что это божественное благословение, которое не подлежит нарушению. Но тогда говорят они ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Господь отвечает, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Вот здесь Господь свидетельствует о том, что изначально, до грехопадения, замысел о человеке был один. После грехопадения, когда мир изменился, когда он стал лежать возле и во тьме, человеческое сердце стало жестокосердным. И поэтому, учитывая немощь естества, Моисей по позволению Божию дал возможность иудеям разводиться с женами своими. Но Господь добавляет, что человек единолюб. И поэтому тот, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Что это значит? С одной стороны, мы видим, что здесь вера Христова признает возможность развода, но только в одном случае, если вторая половина нарушила супружескую верность и любовь. По сути дела, то, что церковь констатирует как развод, это не действие разведения одного с другим, а это констатация того, что брака уже не существует. Потому что брак зиждется на взаимной любви и верности. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерни выродились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ученики Христовы свидетельствуют, что это очень сложная заповедь. Не разводиться вовсе. Потому что всякий человек, проживший мало-мальски немного времени, понимает, как непросто бывает ему все свое мироощущение отдать другому человеку. Принести свою жизнь в жертву ему. И второй половине сделать точно так же. Проще, казалось бы, просто разорвать узы брака и жить по своей воле, как тебе хочется. Но в этом-то и высказывается наше воспитание для Царства Небесного, когда один покоряется другому, а одна покоряется другому. Господь признает, по сути дела, что действительно брак это великое дело. Но с другой стороны, дает и еще одну возможность разрешения этого внутреннего душевного противоречия для человека. Он говорит, не все вмещают слово сие, но кому дано. И дальше упоминает о скопцах. Практически у всех толкователей Священного Писания, Святых Отцов Церкви, под скопцами понимаются девственники, которые имеются в виду в самом последнем случае. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместе. В данном случае эти слова говорят нам о высоте девства, о том, что это великий подвиг. Но с другой стороны, и в Церкви есть учение об этом, девство качественно считается выше, чем брачное состояние человека, которое подготавливает более высоко человека для вхождения в Царство Небесное. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда. Мы видим, что с одной стороны ученики прекрасно видят, что Господь устает как человек, что Он требует время для отдыха, что Его постоянно окружают люди. И, казалось бы, люди всегда имеют серьезные проблемы. И ответ на их проблемы нужен со стороны Христа. А что дети? Их просто нужно подвести, просто отнять время у Господа. И поэтому ученики начинают возбранять возможности детям приходить. Но Господь говорит, что нет, не препятствуйте, пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. В свое время мы уже говорили о том, почему детей есть Царство Небесное. Потому что дети чисты пред Господом. Они являют для нас образ правильной жизни, жизни нелицемерной. Какие дети есть, такие они являются перед ближними. Если ребенку плохо, он плачет. Если хорошо, он смеется. Но, с другой стороны, здесь мы найдем и другой очень важный аспект, который часто является серьезным и проблемным при обсуждении Таинства Крещения в Церкви. Господь говорит, пустите детей и не препятствуйте их приходить ко Мне. В определенном смысле это есть одно из свидетельств Церкви, что детей крестить можно и даже нужно. И вот некто, подойдя, сказал Ему, учитель благое, что делать Мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Он же сказал Ему, что Ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего Твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему, все это сохранил Я от юности Моей, чего еще не достает Мне. Иисус сказал Ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение Твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Услышав слово себе, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И так подходит один из слушателей Господа и, обращаясь ко Христу, говорит, Учитель Благой, что сделать Мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? А Господь отвечает ему, почему Ты называешь Меня благим? Вот здесь толкователи ставят вопрос, ведь Господь благ, поскольку Он является и Богом. Но Господь смотрит на сердце человека, дошедшего к Нему, и видит, что это по лицемерию происходит такое наименование Учитель Благой. Господь как бы соотносит слова человека, и сердце его и говорит, «Если ты имеешь в виду Бога, Он благ, я не благ». А дальше тот вопрос, который ставит этот ученик, он тоже задается из лукавства, поскольку Господь это явно свидетельствует чем? Тем, что называет самые простые заповеди, которые нужно исполнять. И юноша говорит, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Пожалуй, самое главное, то, чего недоставало юноше, это смирение. Человек был горд сознанием того, что он исполняет заповеди Божии, и то, что он уже очень недалек от Царства Небесного. Вот здесь уместно вспомнить опять, что для иудеев, современных Христу, одним из необходимых, но и достаточных условий было исполнение заповедей. Причем исполнение вне зависимости от того, с каким сердцем ты это делаешь. И Господь, по сути дела, начал с чего? С того, что сердце лицемерное, сердце, непокорное Богу, ставит этот вопрос. И тогда Господь, когда юноша сказал, что он все это исполнил, продолжает, если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Вот в данном случае Господь и свидетельствует о том сокровище сердечном, которое имеет этот человек. Вместо того, чтобы сокровищем был Бог, Бога богатства здесь в этом смысле однокоренные как раз слова. У человека таким сокровищем было богатство. Было то, на что он уповал, думая, что спасется. Действительно, для современных Христу иудеев наличие богатства было благословением Божиим, свидетельством благословения Божиим. Они думали, что это так. Но Господь, как это часто бывает в его беседах с людьми, ставит все, опрокидывает буквально все с ног на голову и говорит, дело не в богатстве, а дело в том, что своим богатством имеет сердце. И мы видим, что юноша, услышав себе слово, отошел с печалью, потому что имел большое имение. Иисус сказал ученикам своим истинно, говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Вот, по сути дела, здесь Господь говорит и предупреждает каждого из нас о том, чтобы мы озаботились, чтобы богатством нашего сердца был Бог. Если будет не так, то ни о каком Царстве Небесном, Царстве, которое принес для нас и открыл для нас Господь наш Иисус Христос, мы не должны помышлять. То есть, абсурдно будет войти в него нам точно так же, как верблюду пройти сквозь игольные уши. Под игольными ушами чаще всего оттолкователи понимают небольшую щель во воротах в Иерусалиме, которая ночью давала возможность опоздавшим путникам войти в Иерусалим через обычные ворота, которые закрывались. Но даже если это так, тот, кто видел эту щель, понимает, что это невозможно было сделать практически для нормального верблюда. Поэтому слова, о которых здесь мы говорим, это есть с одной стороны метафора, а с другой стороны простое утверждение, что богатому, то есть человеку, имеющему сердце прикипевшее к богатству, уповающего на богатство, в Царстве Божьем делать нечего. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Мы видим, что и ученики Христовы тоже заражены этим учением о том, что богатство есть благословение Божие. И если его нет, это значит проклятие Божие. И ученики не понимают, тогда кто может спастись, если богатый не может? А Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно. Богу же все возможно. Казалось бы, очень простые слова, но в первую очередь эти слова говорят нам о том, что спасение – это дар Божий. Никакой человек своими собственными силами спастись не может. Спасение от Бога, спасение через дар Божественной благодати, той силы, которая подается нам в Таинстве Крещения через церковные таинства, которой мы движемся, которой мы существуем, которая просвещает наши умы и сердца, чтобы каяться в грехах, чтобы освящаться и чтобы в себе раскрывать любовь к Богу и любовь к ближнему, которая и является истинным сокровищем. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Первая часть беседы Петра с Христом свидетельствует нам о том, что Господь через апостолов будет судить род людской. Всядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Почему? Потому что именно через уста и через руки апостолов мир получил Святое Евангелие. Книгу жизни, которая учит нас о спасении. И потому что апостолы, соответственно, участвуют в этом великом деле. Но это не вся награда, которую имеют апостолы. Господь продолжает на слова Петра то, что они оставили все. Всякий, кто оставит домы, братьев, сестер, отца и так далее. Очень важно, что первым здесь Господь ставит слова дома, а потом уже начинает перечислять братьев, сестер, отца, мать, жену, детей, земли. Иными словами Господь хочет сказать. Всякий, кто оставит свои эгоистические пристрастия, на которые уповают, которые чаще всего выражаются в материальной заботе о том, чтобы человеку было хорошо благодаря домам, благодаря окружающему кругу лиц, ближних родственников, дальних родственников. Вот все те, кто отвергнут это и поставит в углову угла, как стержень своей жизни, как сердцевину своего сердца, именно любовь ко Христу и беззаветно, мужественно приступит к исполнению вот этих заповедей, о которых говорит нам Господь. «Пойди, продай, раздай, и будешь иметь сокровища на небесах», тот получит во сто крат и наследует жизнь вечную. То есть в данном случае Господь свидетельствует нам о том, что сердце человека, имеющее сокровищем своим Бога и любовь к нему, это и есть, по сути дела, исполнение того замысла Божия о человеке, которому человек признан. Многие же будут первые и последними, и последние первыми. В данном случае слова эти обличают и помогают нам помнить о том, что мы никогда не должны считать себя первыми, и никогда не должны считать себя праведниками. Как только это в нашей жизни происходит, мы, считая себя первыми, всегда имеем опасность стать последними при входе в Царство Небесное, то есть быть недопущенными до Него. Здесь конец 19 главы.